а я пока напомню на чем мы остановились мы начали разговор о свертках я повторю еще раз конструкцию значит вот у нас есть две меры мю 1 и мю 2 каждая мера на баррельевских подмножествах rd тем самым возникла мера мил один крест мю 2 на rd крест rd так дальше мы рассмотрели функцию f из rd крест rd в rd функция очень хорошая f от x y равняется x плюс y вот функция линейная непрерывная стало быть измеримая но и мы интересуемся образом меры мил один крест мю 2 под действием этого отображения значит что это такое эта мера rd правильно вот мы перенесли меру из вот отсюда из этого пространства в это вот и мы начали вычислять ее значение на каком-то подмножестве е из bd крест bd так начали вычислять я уж не буду повторять вычисление вычисляли вычисляли и пришли вот к чему что это есть интеграл по rd мю 1 от е минус y мю 2 до y ну и то же самое было понятно что это то же самое что интеграл по rd мю 2 е скажем минус x мю 1 dx вот мы пользовались теоремой фубини двойной интеграл можно двумя способами переписать и тем самым при одном способе приходишь к этому выражению при другом к этому ну вот так вот операция перехода от пары мил один мю 2 двух мер дверь эти меры предполагаются сигма конечными как как обычно вот отсюда вот к мере которая вот выглядит таким образом эта операция называется сверткой свертка и обозначается мил один звездочками 2 вот из того что вот эти интеграл и совпали вытекает что свертка коммутативно я предложил вам так в качестве упражнения доказать что она ассоциативно но и тем самым можно придать смысл вот такой вот свертки любого конечного числа мер не надо расставлять ни скобки не при этом у вас результат не зависит от перестановки так сверточных со множителей вот значит вот что было сделано и по моему это на этом мы остановились так или нет значит был еще один вопрос относительно того что получается такая алгебраическая структура операции свертки вот есть ли нейтральный элемент есть но как вы думаете какой вот какую меру нужно взять чтобы защиты свертка свертка с этой мерой не менялась что значит нулевую ну нулевая это не интересный случай кроме того свертка с нулевой мерой даст вам нулевую меру вот они ту которую так сказать на вторая ну вот я сразу скажу значит вот нейтральный элемент это дельта мера сосредоточенная в нуле но посмотрите вот представьте себе что скажем мил два такая мера тогда к чему сведется этот интеграл он сведется к значению мил один на е минус 0 все 1 1 одной точке вся мера сосредоточена масса единица но и получится что ваша мера это просто мил один так что мил один свертка с дельта 0 это мил один это такое дополнительное замечание значит теперь я хочу сказать несколько слов об операции свертки уже над функциями но вот для этого давайте введем такое определение определение значит будем говорить значит сейчас у нас в качестве основного пространства зафиксированной rd с баррелевской сигма алгебры вот и меры счет на сигма конечно и значит вот будем говорить что мера мю мера мю имеет плотность f относительно ли беговой меры лямбда и если вот для каждого множество е из бдэ мю от е представим в виде интеграла f дмю делямбда д по е Ну, понятно, что это определение предполагает, что f принадлежит l1 и lmdd. Интегрируем, иначе нет смысла, чтобы все эти интегралы имели смысл. Функция f должна быть. Сейчас, одну секундочку, это не обязательно, чтобы она была интегрируема. Важно, чтобы она была интегрируема локально, чтобы она была интегрируема на каждом множестве конечной или беговой меры. Вот, вот как мы... Вот так. Давайте я исправлю. Где тут у нас... Это стирается? f интегрируема. Так, сейчас, секундочку, это тоже не очень хорошо. Давайте все-таки возьмем... Это чуть-чуть более ограничительно, но не важно. Давайте все-таки будем считать, что f из l1 λd, что она интегрируема. Значит, тем самым у нас наша мера будет... Мерами будет конечна. Вот. Значит, ну, теперь смотрите. Тот факт, что мы начали с меры, говорит о том, что интеграл по любому множеству от функции f неотрицателен, правильно? Потому что мы пока рассматриваем только... Слово «мера» употребляем только к неотрицательным счетно-аддитивным функциям множества. Значит, что это означает для функции f? Это означает автоматически, что она обязана быть почти всюду неотрицательной. Значит, итак, если это так, то тогда первое свойство, что f неотрицательно λd почти всюду. Это понятно, да? По-моему, у нас такое свойство было, что если интеграл от некоторой функции по любому множеству неотрицателен, то эта функция неотрицательна почти всю. Это понятно или нет? Ну, предположите, противное найдете множество, где оно строго меньше нуля. Это множество обязано быть положительной меры. Проинтегрируйте по этому множеству, получите противоречие с исходным условием. Дальше. Второе замечание. Предположим, нашлась другая функция f1, которая удовлетворяет вот этому свойству звездочка. Удовлетворяет свойству звездочка. Что тогда мы получим? Мы получим, что тогда f1 совпадает с f почти всюду. То есть, другими словами, вот эта функция f, которая называется плотностью, она определена с точностью, да почти всюду померили бега. Почти всюду, тоже лямбда d. Лямбда d почти всюду. Так что, можно говорить, что определяется однозначно тем самым. Так. Ну, вот хорошо. Вот, значит, у нас... Что? Ну, конечно, потому что, смотрите, у вас получается, что интегралы совпадают. Значит, интеграл от разности функций по любому множеству равен нулю. Ну, значит, тогда функция должна равняться нулю почти всюду. А это и означает, что f1 равно f2. Согласны? Хорошо. Вот. Так. Ну вот, теперь такое предложение. А, нет, еще прежде. Да, предложение такое, которое дает практический способ, один из практических способов проверки того, что данная мера является мерой с плотностью. Значит, предложение 1. Предложение 1. Предложение 1. Давайте так сформулируем. Следующее условие эквивалентны. Значит, следующее условие эквивалентны. Первое. Первое. Мера мю имеет плотность f. Второе. Для любой неотрицательной функции h. Интеграл h д мю – это то же самое, что интеграл h f д лямбда d. Давайте так, чтобы не возникало вопросов, связанных с интегрируемостью. Для любой функции h неотрицательной, измеримой и ограниченной. Тогда не будет проблем с интегрируемостью. Почему? В левой части, смотрите, поскольку мы предполагаем, что f интегрируемо, значит, мера мю конечна. Ну и тогда из ограниченности h вытекает то, что этот интеграл благополучно определен. Ну а здесь тоже понятно, что модуль этой функции мажорируется константой на f, на моду лев, который интегрируем. Так что… Ну вот. Доказательство совсем простое. Ну, из 1, 2… Так, давайте… Так-так, из 2, 1 совсем просто. Из 2 следует 1. Ну, действительно, возьмем в качестве функции h индикатор множества e. Вот вам ограниченная измеримая функция, неотрицательная. Тогда слева получится интеграл по e, получится мю от e. Так. А справа получится интеграл по e от функции f, d, λ, d. Вот. Это как раз и говорит о том, что функция f – плотность. Так что это совсем просто. Теперь в другую сторону из 1, 2. Смотрите. Что означает 1? 1 означает, что для любого измеримого множества e выполнено вот это… Имеет место такое равенство. Так ведь? Которое можно переписать как интеграл от индикатора e d μ интеграл от h от индикатора e f d λ d для любого e из bd. Ну, раз это верно для индикаторов, по линейности это верно для простых функций. Ну, а дальше надо взять и аппроксимировать нашу ограниченную положительную функцию простыми, скажем, возрастающей последовательностью. И использовать теорему на монотонной исходимости. Переходим к пределу, получаем то, что надо. Ну, слева будет монотонная исходимость, значит, вот у нас будет интеграл hn d μ, интеграл hn f d λ d, вот, а справа… Значит, справа будет теорема Лебега, потому что hn у нас ограниченный, hn у нас сходится к h, так, h ограничено. Вот, берем модули и получаем суммируемую мажоранту константа на модуле f. Так что нет проблем с предельным переходом, и предельный переход дает нам вот это равенство. Так что вот это для проверки того, что мера имеет плотность, вот такая интегральная… проверка такого интегрального равенства бывает более удобна, чем перебор всех измеримых множеств. Значит, вот такое замечание. Но теперь основное предложение в этом разделе, предложение 2. Предположим, что мы имеем две меры, μ1 и μ2 на rd, и мера μ1 имеет плотность, плотность, какую я там букву использовал, пусть f1, а μ2 имеет плотность f2. По-прежнему предполагаю, что эти функции интегрируемые. Тогда, μ1, свертка, μ2 – тоже мера, имеющая плотность, имеет плотность, скажем, f. И f от x – это вот что такое. Это интеграл f1 от x минус y, f2 dy. Ну или, что то же самое, значит, здесь rd. Интеграл f2 от x минус y, f1 от y. Но dy – это неправильно писать здесь. Здесь f2 от y, а здесь λd dy. Ну вот смотрите, выражение этих двух, два таких интеграла очень похоже на то, что мы имели для мер, правда ведь? Ну вот, по аналогии с той терминологией, которая была уже принята, вот этот переход от плотностей f1, f2 к плотности f – такой переход называется операцией свертки. Значит, говорят, что f есть свертка f1 и f2. f есть свертка f1 и f2. Ну и пишут, что f – это и есть f1, и употребляют тот же знак f2. Ну и, во-первых, мы получаем, мы докажем эту теорему, это утверждение, мы получаем, что свертка функций f1 и f2, она тоже коммутативна, тоже можно доказать, что она ассоциативна. А результат, который здесь представлен, можно сформулировать так, что плотность свертки мер – это свертка плотностей. Ну давайте докажем. Доказательства. Ну давайте воспользуемся предыдущим предложением и проверим, что вот функция f, определенная вот таким образом, то, что она определена, не вызывает сомнений, потому что f1 и f2 – неотрицательные функции, так что мы пока не знаем, интегрируема ли вот та функция, которую вы здесь видите под интегралом. Но это не важно. Важно, что она неотрицательна, значит, имеет смысл говорить об интеграле, но на самом деле из доказательства будет видно, что она действительно интегрируема. Значит, доказательства. Ну вот возьмем какую-нибудь функцию h, неотрицательную и ограниченную. Так. Ну и рассмотрим интеграл… Вот это hf делямбе. Делямбе. Значит, интеграл по rd, значит, интеграл по rd. Значит, смотрите, ну, я буду работать только с первым выражением, понятно, что в силу симметрии для второго выражения будет то же самое. Значит, здесь будет h, интеграл rd, f1 от x минус y, f2 от y, лямбда ddy. Так. Ну, здесь надо уже, поскольку аргументы, значит, здесь надо писать h от x, и здесь лямбда d dx. Поскольку все неотрицательно, что мы можем сделать? Значит, мы можем внести функцию h от x вот сюда. Так, потому что по отношению переменной y – это константа. Получим такой повторный интеграл, и по теореме Таннелли можем заменить его на двойной интеграл. Интеграл по произведению мер. Вот. Получим здесь интеграл по rd крест rd от соответствующего произведения h от x. А, ну подождите еще чуть-чуть, одну секундочку. Наверное, нужно... Я чуть-чуть поторопился. Давайте внесем функцию h от x и рассмотрим внутренний интеграл. А потом уже будем осуществлять этот переход. Значит, я вот здесь напишу этот интеграл отдельно. Интеграл по rd, h от x, f1 от x минус y, f2 от y, λ d dy. Так. Тоже нехорошо. Давайте... Сделаем следующее. Все-таки по теореме Таннелли, внеся функцию h от x, поменяем порядок интегрирования. Тогда получится... Значит, здесь... Таннелли. Интеграл по rd. Интеграл по rd. h от x, f1 от x минус y, f2 от y, λ d dx. Так. А здесь λ d dy. d dy. d dy. Вот. Вот сделаем такой переход сначала. Теперь смотрите. Здесь у нас уже f2 от y не зависит от x, значит, его можно вынести за знак интеграла внутреннего. И вот давайте рассмотрим этот интеграл, который внутри останется, чуть-чуть более подробно. Значит, интеграл по rd, h от x, f1, f1 от x минус y, λ d dx. Давайте сделаем замену переменной. Мы же знаем, что мера либега в rd, она инвариантна относительно сдвигов. Ну, может быть, про меру либега в r1 мы это говорили, но сегодня я чуть позже буду это еще раз к этому возвращаться, к свойствам меры либега в rd, но то, что инвариантность меры либега в rd относительно сдвигов должно быть достаточно очевидно, потому что каждый сдвиг мы можем представить себе как последовательное применение сдвигов по отдельным координатам, и тогда в произведении каждый раз у нас одна из мер будет сдвигаться, а она инвариантна по одномерному свойству. В результате перейдем к тому, что есть инвариантность. Это понятно? Или не очень? Понятно. Ну, хорошо. Ну вот, поскольку мера либега инвариантна относительно сдвигов, то я могу заменить x минус y, скажем, там на t. Здесь у нас будет... то это то же самое, что интеграл от h. Значит, если x минус y – это t, то тогда x – это будет y плюс t, да? Да. 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 Вот. r2. Ну, теперь вставим его внутрь. Что у нас получится? Значит, мы получим тогда вот здесь. Вот давайте я здесь. Получим здесь интеграл по rd, f2 от y, так, которое было вынесено. Ну, вот так. Его опять... Ну, давайте так. f2 от y, интеграл по rd, h от y плюс t, f1 от t, f1 от t, и потом лямбда d dt, и потом лямбда d dy. И вот теперь уже перепишем это все как двойной интеграл. Опять по теореме Тоннелли. Получим интеграл. Получим интеграл rd крест rd. А дальше мы получим следующее. Здесь h от y плюс t, f1 от t, f2 от y. А здесь будет по произведению мер. Значит, лямбда d крест лямбда d dt dy. Вот такой интеграл. Вот к чему мы пришли. Ну, это уже почти все, что нам нужно, потому что с чем мы хотим идентифицировать? Мы хотим идентифицировать это с интегралом по свертке, правильно? По свертке мер. А мы знаем, что свертка мер – это образ произведения мер μ1 крест μ2 под действием отображения, в данном случае yt переходит в y плюс t. Ну, так остается понять, что вот этот интеграл – это в точности есть интеграл по rd крест rd hd μ1 крест μ2. Почему? У нас вот этот внутренний интеграл, он как раз по предыдущему предложению переворачивается, там как раз не один будет. Ну, можно так, да, может быть, это даже проще, чем повторять всякие слова. Действительно, поскольку… Ну, это… Нет, это не очень хорошо. Потом уже как раз переставить, может, будет? Сейчас, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас так все-таки проще. Значит, действительно, смотрите, что вот это такое? Только здесь нужно… Я нехорошо написал, здесь нужно написать так. h от t плюс y или y плюс t, это все равно y плюс t μ1 dt, μ2 dy. Вот так. Давайте начнем с этой стороны. Тогда по теореме о замене меры, смотрите, этот интеграл перейдет в интеграл от h по образу меры μ1 крест μ2 под действием как раз вот этого отображения. А это и есть свертка. Значит, здесь будет вот что. d μ1 крест μ2, звездочка μ2 по rd. Так, вот это теорема о замене меры. Вот. Ничего другого. Это понятно? Значит, смотрите. Вот у меня есть второе отображение y плюс t, h от y плюс t, такой интеграл, он совпадает с интегралом от h, по образу вот этой меры, то есть произведения мер под действием такого отображения. А это как раз свертка. Так что вот это верно. Теперь остается понять, почему вот этот интеграл совпадает с вот этим. Ну, это... посмотрите, представьте себе, что... Я хочу сказать следующее, что... Это верно... Вот из чего это вытекает. Это верно... Вот из чего. Дело в том, что раз μ1 имеет плотность f1, μ2 имеет плотность f2, значит, относительно меры λd, меры λd, то отсюда вытекает... Это сейчас я объясню, что μ1 крест μ2 будет иметь плотность f1 от x, f2 от y. Так вот. Функция двух переменных. Относительно λd крест λd. То есть, что произведение мер будет тоже иметь плотность, и эта плотность получается как произведение плотностей, но каждая из которых зависит от своего аргумента. Вот. Вот давайте это я объясню здесь. И тогда все доказательство будет закончено. Ну, действительно. Ну, давайте возьмем множество e1 крест e2, а ei лежит в bd. Такую ячейку 2d-мерную. Тогда что мы можем сказать? Что значение меры μ1 крест μ2 на e1 крест e2 это по определению произведения мер μ1 от e1 на μ2 от e2. Так ведь? А это превращается в произведение интегралов. Интеграл от индикатора. Ну, лучше так сказать. Поскольку интеграл от f1 по множеству e1. Так. Давайте поставим здесь сразу индикатор e1 d λ d умноженное на интеграл prd f2 на индикатор e2 d λ d Вот. Ну, вот. Теперь. Поскольку f1 и f2 интегрируемы, то по теореме Фубини в очередной раз это то же самое, что интеграл по rd крест rd произведения функций f1 только теперь уже надо аргументы писать x индикатор e1 от x f2 от y индикатор e2 от y ну, а здесь будет λ d dx лямбда d dy вот. Ну и что же это такое? Это интеграл по e1 крест e2 от f1 от x f2 от y вот λ d dx λ d dy ну и поскольку и поскольку это верно на ячейках, то дальше опять-таки такое равенство. То оно верно для объединения ячеек, дальше переход к пределу пользуясь теоремой монотонной исходимости, получим, что это верно для любого измеримого множества. Ну, значит, вот эта функция действительно является плотностью. Как-то вот получилось очень сложно, должно было быть очень, должно было быть проще. Ну, я подумаю, может быть, действительно я усложнил. Ну, во всяком случае ясно, что вот этот интеграл совпадает с вот этим интегралом, этот интеграл совпадает с этим по теореме о замене меры, но это означает, что вот мы проверили это равенство и тем самым получили результат. Ну, автоматически мы получаем, что функция f она интегрируема, потому что если я возьму в качестве и проинтегрирую ее по всему пространству, по rd-крест-rd, по rd, то я получу значение соответствующего произведения интегралов от f1-f2 на rd, и тем самым это вещь конечна, так что получаем еще интегрируемость. Вот. Ну, вот теперь, ну, впрочем, впрочем, вы можете непосредственно проверить интегрируемость этой функции, просто вот интегрируешь ее и все сразу легко получается на самом деле в лоб без всех этих длительных переходов. хорошо. Так вот, теперь последнее, что я хочу сказать о свертках. В данный момент к ним мы еще вернемся многократно. Да, да. Не стирайте, пожалуйста. А, не стирайте, хорошо. А здесь можно, да? Ну, вот теперь по аналогии с предыдущим случаем, когда функции f1, f2 интегрируемы, но и не отрицательны, потому что это плотности были. Давайте дадим такое общее определение. Значит, определение. Значит, вот пусть f1, f2 лежат в l1 λ d, интегрируемые по лебеговой мере на rd каждая. Теперь уже не предполагается, что они не отрицательны. Значит, вот сверткой функции f1 и f2 свертка сверткой функции f1 и f2 называется функция, которая определяется вот следующим образом. f1 звездочка f2 от x это есть интеграл по rd f1 от x минус y f2 от y λ d dx λ d dy это определение корректно и это операция коммутативна. вот надо будет проверить корректность и коммутативность. Ну, я объясню про корректность, а уж коммутативность вы сами проверите, потому что там ну вот это верно для неотрицательных функций, правильно? Только что мы доказали, что это так, что вот эта операция что значит доказали? что ну да, что вот эта операция приводит к интегрируемой функции. А, вот давайте так сформулируем, может быть. Корректность, коммутативность и второе еще так. f1 звездочка f2 лежит в l1 lambda d что вот эта операция не выводит нас из класса интегрируемых функций. Вот. Ну, на самом деле я начну прямо с проверки вот этого, и это автоматически даст корректность, потому что тем самым будет видно, что... Но по поводу корректности можно еще сказать следующее. Поскольку в случае неотрицательных функций все хорошо, то мы можем свести, мы можем разложить каждую из этих функций на положительную отрицательную части, правильно? Скажем, представьте себе, что f1 мы можем представить f1 плюс минус f1 минус, а f2 тоже можем записать в виде f2 плюс минус f2 минус. И, пользуясь линейностью интеграла мы можем представить этот интеграл, поскольку для каждых, для сочетания каждой пары f1 плюс f2 плюс f1 плюс f2 минус и так далее, всего 4 у нас таких пары будет, для каждой из них это будут неотрицательные функции, каждый такой интеграл будет корректно определён. Вот. Значит, 4 интеграла будут определены корректно, их линейная комбинация тоже будет вещь конечная, значит, а это будет их линейная комбинация, даст нам в точности это выражение. Вот. Так что тут вопросов не возникает. Теперь относительно интегрируемости. Ну, на самом деле можно точно таким же образом проверить интегрируемость. Мы знаем, что для каждой такой пары соответствующая функция определённая вот по предыдущему, она интегрируема. Ну, значит, и линейная комбинация тоже. Ну, а хотите, можете проверить непосредственно. А именно, смотрите, представьте себе, что я... Ну, да, можно взять модуль, интеграл от модуля мажорируется и модуль интеграла мажорируется интегралом от модуля, а когда вы модуль поставите внутрь, это получится свёртка неотрицательных функций, а именно модулей F1 и F2. А это вещь интегрируемая. Так что либо так, либо так, по-всякому приходите к конечному результату. Так, ну... мы же доказали для функций, которые являются плотностями, да? Да. Нужно ещё показать, что каждая неотрицательная тоже плотность чего-то. Ну, так, в чём проблема? Смотрите, это хороший вопрос. Значит, смотрите, если функция H неотрицательна, так, неотрицательна и интегрируемая. Правильно? И H из L1 λd. Ну, так давайте определим меру ν от E. Вот просто возьмём, проинтегрируем по E функцию H d λd. Так? По свойству интеграла вы получите счётно-аддитивную неотрицательную функцию. Это будет мера. Ну, так, для этой меры функция H является плотностью. Так что это не возникает вопросов. Это понятно должно быть. Так, ещё вопросы? Так, если нет больше вопросов, то тогда задача. И потом сделаем перерыв. Даже две задачи. Так, задача. Задача. Предположим, что μ и ν это две вероятностные меры на z. Что это значит? Это означает, что каждая из них нормирована. Так? Полная масса равна единице. И для каждой из них мю от z мю и ν равны единице. То есть, они сосредоточены на z, на множестве целых чисел. Такие дискретные меры. Так? Вот. Ну, и пусть мю от одноточечного множества k равно pk, а ν от k есть обозначение qk. Значит, вот факт, что они сосредоточены на z, означает, что сумма pk равняется единице по k из z и сумма qk тоже равняется единице. k принадлежит z. Ну, вот. Докажите, что или проверьте лучше, сказать, что свертка этих мер, это снова есть мера на z, и ее значение на n это есть сумма pk qn-k по k и z. Вот. Тем самым вы установите формулу свертки для дискретных таких вот мер, сосредоточенных на решетке. Это одна задача. а вторая такая. А вторая такая. Значит, это первая. А вторая такая. доказать, что свертка двух мер есть дельта мера, сосредоточенная в какой-то точке а, а вторая. а вторая такое может быть тогда и только тогда, когда найдутся такие b и c, такие, что му равняется дельта b, ню равняется дельта c, ну и b плюс c равняется a. в одну в одну сторону это очевидно. Если вы имеете две вырожденные меры, дельта меры в точках a и в точках b и c, то тогда легко понять, что свертка будет как раз дельта мера, сосредоточенная в точке b плюс c. А в обратную сторону, ну, надо чуть-чуть будет подумать. Давайте перерыв сделаем. Рассмотрим некоторые свойства демерной либеговской меры. Значит, можете сделать такой подзаголовок мера либега в rd. Вот наше пространство rd с сигма-алгеброй bd и на этой сигма-алгебре вот лямбда d это прямое произведение одномерных либеговых мер в количестве дельт штук. Ну, мы знаем, что можно продолжить эту меру на пополненную сигма-алгебру баррелевских множеств. Получится сигма-алгебра, которая называется сигма-алгеброй множества измеримых по либегу. Но сейчас не эта суть важна. Значит, вот в этом небольшом параграфе мы установим два свойства либеговой меры. Во-первых, то, что она инвариантна относительно сдвигов, это уже говорилось, и это фактически должно быть практически активизна, а связанная с этим будет характеризация, а именно, что если мы имеем какую-то другую меру, которая тоже инвариантна относительно сдвигов, относительно всех сдвигов, то эта мера пропорциональна мере либега. Вот это вот первый факт. А второй факт, мы посмотрим, установим, как либеговая мера преобразуется при линейных отображениях. Вот оказывается, что при линейном отображении либеговская мера переходит тоже в либеговскую, но с некоторым коэффициентом, а этот коэффициент может быть в точности указан, и он связан с вашим преобразованием. Вот, собственно, о чем пойдет речь. Значит, итак, первое, можно разделить на три части даже, первое, это вот инвариантность относительно сдвигов. Значит, лямбда д инвариантно относительно сдвигов. Ну, что это означает? Это означает следующее, что лямбда д от е плюс а для любого а из r d это и для любого е из b d это лямбда d от е. Ну, доказательства, если вам нужно формально, это вытекает либо по индукции, можно для двух, потом по индукции, а можно прямо по-видимому. Ну, давайте посмотрим, что такое лямбда d кстати, можно теорему фубини использовать тоннели. Ну, смотрите, что такое левая часть? Левая часть лямбда d от e плюс а это же есть интеграл от индикатора множества e плюс а правильно? d лямбда d Ну, давайте распишем это, поскольку это, ну, давайте для простоты я возьму, чтобы меньше писать просто. На самом деле все то же самое. Давайте возьмем случай, когда d равно 2. Все дальше будет ясно. d равно 2, тогда здесь будет 2, здесь будет 2, ну, и тогда здесь будет интеграл по r2 от индикатора e плюс а от x и y, скажем. И я буду писать вместо меры Лебега просто dx, dy, хорошо? dx, dy. Ну, и по теореме тоннели это то же самое, что интеграл по r1 от индикатора e плюс а от xy dx, а здесь dy. Ну, теперь давайте посмотрим. Индикатор равен единице тогда и только тогда, когда xy лежит в e плюс а, правильно? Ну, а а давайте будем считать, что это а1 а2. Ну, это то же самое, это равносильно тому, что x минус а1 y минус а2 лежит в e, правильно? Вот. Значит, этот внутренний интеграл это то же самое, что интеграл от e от x минус а1 y минус а2 dx dy по r1 по r1 Ну, теперь, смотрите, вот у нас во внутреннем интеграле мера Лебега инвариантному одномерное относительно сдвигов. Уж это точно мы доказывали. Но давайте сделаем такой сдвиг, тогда понятно, что внутренний интеграл это будет то же самое, что если я здесь поставлю просто x. интеграл не изменится. Ну, если теперь переписать это в другом порядке и применить то же самое, то, что я только что сказал, можно избавиться от а2, и мы получим получим интеграл по e dx dy, а это есть лямбда 2 от e. получили инвариантность. Можно да иначе проверять, разные способы есть. Можно, например, проверить на таких параллепипедах, когда сдвигается параллепипед, там понятно, куда он переходит, и сразу можно написать равенство. Ну, а потом проговорить, что этими параллепипедами можно аппроксимировать, точнее, их объединениями можно аппроксимировать измеримое множество, ну, и получить то, что надо. Так что здесь особенно долго говорить не о чем. Вот теперь теорема 1. Теорема 1. Пусть мю мера сигма конечная на bd. Такая что? Такая что? Первая. Она инвариантна относительно сдвигов. Первое свойство инвариантность относительно сдвигов. И второе пусть k это единичный куб. Давайте возьмем, мне удобно его взять такой, 0,1 в степени d, открытый слева, замкнутый справа. Это не влияет на результат, но просто для дальнейшего, чтобы использовать это обозначение. И такое, что мю от k равно единице. Ну, мю от k равно единице. Сейчас я подумаю, одну секундочку. давайте поставим все-таки пусть равно константе c. Тогда мю равняется c лям d d. То есть вот свойство инвариантности означает, что наша мера пропорциональна мере либега. А коэффициент пропорциональности это просто значение на единичном кубе. Доказательства. Доказательства. Ну, давайте наш куб, вот я буду картинки рисовать в двумерном случае, а вообще то же самое. Давайте наш куб единичный, вот 0,1, вот который вот такой, разобьем на маленькие кубики. Ну, скажем, возьмем на кубики длина ребра которых равна 1 n. Значит, тогда вот у нас получится такое разбиение. Ну, и тут. Значит, сколько таких кубиков будет всего? Значит, ясно, что их будет, значит, если я беру длину 1 n, но это n кубиков, то это будет n в степени d штук таких кубиков. Правильно? Значит, какие именно кубики? Кубики это вот такого вида k на n, k плюс 1 на n, вот такие вот. Вот. Ну, при соответствующем k, чтобы не выйти за пределы интервала 0,1. тогда понятно, что вот наш исходный куб будет в точности равен объединению всех этих кубов, и эти кубы будут дизюнкны попарно. Ну, хорошо, значит, мю от k будет равно сумме мер, а в силу инвариантности, понятно, что все эти кубики, они конгруентны, можно каждый из них перевести в другой с помощью сдвига, то мера каждого кубика одна и та же. Значит, мера каждого такого кубика, значит, мера вот такого кубика k на n k плюс 1 на n в степени d, она будет равна чему? Ну, вот она будет равна, если я их умножу на n в степени d, то я получу меру нашего единичного куба, значит, это константа. Значит, мера вот такого кубика равна константа делить на n в степени d. Это должно быть совершенно понятно. но теперь если я возьму какой-нибудь параллепипед с рациональными ребрами, так, то выбирая, так сказать, в качестве n, что там нужно выбрать, значит, ясно, что мы можем считать, что если ребра рациональные, то их можно все записать с одним и тем же знаменателем, так, и тогда означает, что мы можем этот наш параллепипед разбить на кубики вот такие рациональные соответствующие мэн, и получим, т.мэн, что мера мю этого параллепипеда, чему она будет равна? Она будет просто равна произведению длин вот этих самых ребер, а это есть мера лебега, умноженная на c. Просто потому, что мы уже знаем вот это равенство для любого n. Это понятно? Значит, тем самым мы получаем следующее, что μ от e равняется c λd от e для любого e-параллепителя, с рационального параллепителя. Это рациональный параллепипед. Ну, а понятно, что если рациональные параллепипеды по-прежнему вот такие вот открытые слева, замкнутые справа, порожденные вот такими открытыми слева и замкнутыми справа интервалами. Ну, а если рассмотреть совокупность всех таких рациональных параллепипедов и взять всевозможные их объединения и рассмотреть дополнения, получится некая алгебра. И ясно, что из того, что здесь написано, будет вытекать, что вот это равенство справедливо для любого элемента этой алгебры. Потому что на самом деле каждое объединение можно разбить и представить в виде дизюнкного объединения таких же элементов. Ну, хорошо. А дальше, раз ясно, что эта алгебра порождает всю Боррелевскую сигма-алгебру, и из равенства двух мер на этой алгебре будет вытекать равенство этих мер на порожденной сигма-алгебре. То есть, получим, что это верно для любого Е из БД. Что мы и хотим доказать. Вот. Ну, вот теперь, если нет вопросов, то... Мы породили ведь алгебру или седьмой алгеброй не породили? Нет, алгебру сначала алгебру берем. На алгебре это вытекает из вот этого равенства. Для любого конечного объединения это будет так. Вот. Ну, а затем, поскольку эта алгебра порождает Боррелевскую сигма-алгебру, дальше по теореме единственности продолжения получаем совпадение этих мер на сигма-алгебре. А можно сейчас рассказать, почему это равенство верно для пролепипедов? Ну, как почему? Смотрите, для рациональных пролепипедов. Значит, вот давайте для случая D равно 2. Хорошо? Тогда будет более ясно. Значит, вот у вас будет одна сторона А и вторая сторона Б. Так, два ребра. А в случае демерного пространства будет D-ребер. Это национальные числа. Значит, ясно, что мы можем найти такое N, что А равняется, скажем, M на N, а B равняется, ну, скажем, L на N. Так ведь можно привести к общему знаменателю в соответствующей дроби. Ну, тогда, если я могу повторить ту же процедуру и разбить это все на вот такие же кубики, вот такого размера, сколько будет таких кубиков? Ну, посмотрите, здесь будет, их будет M, умноженное на L кубиков. Так ведь? Это понятно? Потому что будет N кубиков здесь, нет, N кубиков, L кубиков здесь и M кубиков здесь. Не M, интервала, значит, всего будет M, L кубиков. Значит, мера мю вот этого параллелепипеда, давайте, пусть это будет P. Что же это будет? Это будет M, L, умноженное на меру индивидуального кубика. Мера индивидуального кубика будет, вот она будет, она будет константа C на N в квадрате в нашем случае. А вообще, в общем случае, здесь будет произведение соответствующих чисел, а здесь будет N. Ну, и это, вот это вот. Что же такое? Это будет в точности AB, умноженное на C. А AB – это мера Лебега. C лямбда 2 от нашего параллелепипеда. Ну, и то же самое, аналог этого равенства будет справедлив в домерном случае. Ну, и это вот, мы получим вот то, что написано здесь. Так, еще вопросы? Хорошо. Тогда следующий результат про меру Лебега. Теорема 2. Теорема 2. Теорема 2. Невырожденное линейное преобразование. Был восклицательный знак необязательно. Пусть мю от Е задан равенством лямбда Д от Т от Е. Тогда мера мю – это пропорциональная мере Лебега. В качестве коэффициента пропорциональности выступает модуль детерминанта лямбда Д. Но сразу некое замечание. Значит, смотрите. Я здесь взял не образ меры Лебега под действием Т, а образ меры Лебега под действием обратного отображения. Видите, здесь написано Т от Е. Поскольку, если бы, если мы рассмотрим меру ню, лямбда Д Т минус первая, вот как мы обычно привыкли, то тогда что про нее можно будет сказать? Про нее можно будет сказать, что она пропорционально мере Лебега, но с каким коэффициентом? Она будет с коэффициентом единицы на детерминант. Это будет детерминант обратного отображения. Значит, единица. Лямбда Д. Теперь, значит, то, что вы видите вот здесь, вот эта мера мю, значит, я хочу сказать, что мера мю – это есть лямбда Д Т в минус первой минус один. Это, значит, образ меры Лебега под действием отображения Т минус один. Значит, для чего я это говорю? Для того, чтобы объяснить, что здесь не возникает никаких проблем с определением этой меры. Потому что, вообще говоря, при произвольном отображении, когда мы возьмем образ, мы не обязаны получить меру. только когда мы берем прообразы. Ну, так то, что здесь образ – это то же самое, что это прообраз при этом отображении. А это отображение тоже хорошее. Оно в силу предположения о невыраженности. Тоже линейное. Так что вот так. Просто нужно это как-то зафиксировать. Ну, хорошо, давайте доказывать. Доказательства. Значит, ну, во-первых, вот то, что вы видите здесь, объясняет, что это действительно мера, что она корректно определена, и что это мера. Раз. Это первое. Так, что еще нужно сказать? Второе. Она сигма-конечна, как образ сигма-конечной меры при вот хорошем отображении. Т-1 – это линейное отображение, стало быть, непрерывно. измеримое. В общем, все в порядке. Линейное даже. Так, дальше. Давайте заметим, что эта мера инвариантна относительно сдвигов. Действительно, значит, мил инвариантно относительно сдвигов. давайте посмотрим. Ну, рассмотрим. Ну, рассмотрим мю от Е плюс А. По определению, что же это такое? Это есть лямбда Д от Т от Е плюс А. Правильно? Ну, поскольку Т линейно, действие Т на Е плюс А – это то же самое, как если мы возьмем образ Е и сдвинем на Т от А. Так что это то же самое, что лямбда Д от Т от Е плюс Т от А. по линейности. Ну, по предыдущей теореме мера либега инвариантна относительно сдвигов, значит, получим здесь лямбда Д от Т от Е, то есть мю от Е. То есть мю от Е. Так что действительно она инвариантна. Дальше. Теперь замечаем еще такую вещь, что если множество Е открыто, ну, тогда и Т от Е открыто. Это тоже понятно. Ну, а это означает, отсюда вытекает, что мю от Е, которое равно лямбда Д от Т от Е, будет строго больше нуля, потому что либеговая мера от открытого множества она строго положительна. Это понятно, потому что каждое открытое множество содержит маленький кубик, а на любом кубике мера либега строго положительна. Вот. Ну, что же из этого всего следует? Если применить предыдущий результат, теорему 1, значит, мы получаем, что мера мю, мера мю, это есть либеговая мера с некоторым коэффициентом. Правильно? Значит, и этот коэффициент зависит от преобразования Т. Но давайте напишем так, С от Т на лямбда Д. Про С от Т пока что мы можем сказать только в силу вот последнего замечания, что С от Т отлично от нуля. Значит, вот пока первый результат такой, что каждый раз, когда мы преобразуем меру либега невырожденным линейным преобразованием, мы получаем снова меру либега с некоторым коэффициентом, который строго положительный, который зависит от вот этого преобразования. Хорошо. Дальше. Следующий момент. Ну, давайте представим, давайте рассмотрим случай, когда наше преобразование Т ортогональное. Значит, пусть Т это О ортогональное преобразование, вращение пространства. Тогда мы знаем, что О О-1 это тождественное отображение. Так ведь? Ну, а вот из вот этого соглашения, из этого результата вытекает еще вот что. Что если преобразование Т это есть последовательное применение двух преобразований, скажем, Т2 Т1, так, то тогда посмотрите, мю от Т от Е это будет что же, это будет мю от Т2 от Т1 от Е так, Т1 от Е это будет значит, это будет только не мю, а лямбда д. Нет, мю. с одной стороны это будет С от Т на лямбда д от Е так, в силу того, что это для любого преобразования, с другой стороны это есть вот вот такая вещь, значит, это будет мю от Т2 от С от Т1 нет, тоже нехорошо, сейчас я напишу по-другому. Значит, вот это примененное сюда, значит, это будет С от Т2 на лямбда д от Т1 от Е а это будет С от Т2 на С от Т1 на лямбда д от Е ну и если сравнить начало и конец, то мы получаем, что С от Т равно С от Т2 на С от Т1 вот можно рассматривать вот этот коэффициент как функцию на невырожденных преобразованиях и вот эта функция она удовлетворяет такому функциональному уравнению, если хотите. Вот. Ну так вот, теперь вернемся к случаю, когда наши отображения ортогональные. Поскольку мы имеем вот такое равенство, то что у нас получится? У нас получится, что С от О умноженное на С от О в индус первой равняется единице. Правильно? Потому что при торжественном преобразовании мера Лебега переходит сама в себя. Ну, значит, так. Хорошо. Теперь следующее замечание. Ну, вот мы знаем, что произвольное преобразование Т можно привести к диагональному виду. Значит, найдутся такие преобразования О и О минус первой, да? Такие, что вот соответствующее вот такое преобразование, если перейти к матричному представлению, то это будет диагональное диагональное. Соответствующая матрица будет диагональная. Вот. Ну, и тогда что же у нас получится? У нас получится, что в силу вот этого соотношения у нас получится сразу, что С от Т это будет С от Д. потому что С от О и С от О минус 1 даст нам единицу произведения. Ну, а в случае диагональной матрицы, значит, если преобразование диагонально, ну, вот давайте посмотрим, как это преобразование действует. нет. А почему мы как раз сопрягаем? У нас получается не диагональная, а не какая-нибудь самая. Ну, там же не всегда будет диагональная получаться. Нет, ну, диагональной форме мы всегда можем привести. Только вот я не единственное, что я не уверен, что нужно брать его минус первый, может быть. если сопрягать, то там можно просто матриц определиться на один. Ну, сейчас я дайте я взгляну. Значит, давайте так, вот я подправлюсь, может быть, я нехорошо сказал. Это-то верно, я хочу, а вот это вот здесь нужно поставить О1 и О2. Вот так. Вот. Так вот, из этого на самом деле я хочу вывести, ну, не совсем из этого, даже не совсем из этого, я хочу все-таки доказать сначала, что С от О равняется единице. А доказать это можно вот каким образом. Значит, смотрите, давайте возьмем единичный шар B01 так, в качестве Е и подействуем на него ортогональным преобразованием. Так. тогда О от Е очевидно будет равно Е, правильно? Ортогональное преобразование переведет единичный шар в себя. Ну, и тогда что мы получим? Смотрите, мы получим что мера преобразованного шара она равна С от О умноженная на лямбда Д от Е так ведь? А мера Е это просто лямбда Д от Е мы получаем вот это равенство лямбда Д от Е но откуда вытекает что С от О равно единице для ортогональных преобразований даже это и не нужно просто из инвариантности шара при относительно вращении так ну осталось совсем немного теперь значит как я уже сказал вот мы привели матрицу наше преобразование к диагональному виду так значит и получили вот вот оно получили диагональную матрицу и в силу того что О1 О2 ортогональные преобразования все-таки верно что С от нашего исходного Т совпадает с константой для вот этой диагональной матрицы так теперь давайте посмотрим на эту диагональную матрицу что она как что про нее можно сказать если матрица D диагональная значит D диагональная пусть это будет A1 и так далее AD вот матрица такая давайте посмотрим возьмем в качестве Е единичный куб 0,1 в степени D тогда соответствующее преобразование D от E значит что же это будет параллелепипед это будет параллелепипед со стороны длинных сторон которых будут равны модулем АИ P с длинных сторон будут равны АИ ну смотрите у нас по первой оси у нас единичный отрезок перейдет в отрезок 0,1 если 1 положительно и так далее значит в результате получим параллелепипед такой стороной ну значит что же можно сказать про значит мера вот этого множества это будет C от D на лямбда D от E а это единица так ведь а здесь лямбда D от параллелепипеда это будет произведение длин вот этих самых его сторон это будет произведение модулей аитых от единицы до D а это есть как раз детерминант D модуль детерминанта D ну вот значит что мы получаем почти окончательно мы получаем что наша константа C от T это модуль детерминанта D а модуль детерминанта D совпадает с модулем детерминанта C вот детерминанта D И, соответственно, утверждение доказано. Утверждение доказано. Ну и параллельно, значит, смотрите в качестве такого параллельного замечания. Ну, об этом вы, наверное, и так знаете, что... Геометрический смысл детерминанта, да? Детерминант Т. Что это такое? Это вы знаете, нет? Что это объем параллелепипеда... Ну, не параллелепипеда, а как это назвать? Ну, можно назвать параллелепипед, правда, он... Который образован в вектор... Параллелепипед, да. Который имеет в качестве ребер вектор столбцы матрицы Т, если в матричном представлении. Это вот практически сразу получается из всего того, что я сказал. Так, ну вот хорошо, давайте на этом остановимся, потому что как раз этот маленький параграф, относящийся к мере Лебега, пока что заканчивается, мы еще к ней вернемся, потому что основной результат... Это будет результат о том, как мера Лебега преобразуется при гладких отображениях, но это будет в будущем. Вот, а сейчас мы пока меру Лебега покидаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова